В центре Баку сегодня весь день содрогался от рёвых сирен и криков о помощи. На улицах, прилегающих к ведущему вузу страны, нефтяной академии, собрались тысячи людей. Они хотели понять, что с их родными. В здании академии утром, сразу после начала занятий, была устроена настоящая бойня. Коридоры буквально устланы телами погибших и ранеными. Внутри аудитории всё перевёрнуто. Прятавшись за партами, студенты пытались спасти свои жизни от расправы, причины которой никому не понятны. Начался первый урок. Вдруг прибежал один из наших студентов и сказал, в здании террористы. Преподаватель закрыл на замок дверь в аудиторию. Потом раздались выстрелы. Из коридора слышались крики, но мы ничего не смогли поделать. Мои друзья сидели в буфете, а потом побежали наверх. Они рассказали, что кто-то зашёл в буфет и начал стрелять. Мы сначала подумали, что это шутка, а потом сами услышали выстрелы. По различным данным, убиты от 13 до 17 человек. Более десятка раненых. Многим не исполнилось и 20 лет. Что точно произошло, сейчас окончательно устанавливается. Сначала речь шла о двоих преступниках, напавших на здание. По последней информации, побоище устроил один человек. Это гражданин Грузии Фарда Гадыров. Ему 29 лет. Он вошёл в здание, убил охранника, уборщиц. И, поднимаясь с первого на шестой этаж, стрелял по всем, кого видел. Врачи в бакинских больницах сейчас борются за жизни раненых. Многие в крайне тяжёлом состоянии. У пострадавших очень серьёзные ранения. Наиболее тяжёлые у гражданина Сирии. У него пулевое ранение грудной клетки. У одного из студентов открытое черепно-мозговое ранение. Мы им оказываем помощь. Среди погибших заведующей кафедры, преподаватели, студенты, включая двоих иностранцев. Телевидение Азербайджана каждый час прерывает вещание для информационных спецвыпусков. Трагедия такого масштаба в мирное время в республике впервые. Здравствуйте, в эфире экстренный выпуск. Теракт в нефтяной государственной академии. Много погибших и раненых. Когда в здании проник спецназ и окружил преступника, тот застрелился. Следователи, конечно, уже выясняют, что могло толкнуть его на этот дикий поступок. По одной из версий, убийца ранее был студентом этой академии. Затем его отчислили. И таким образом он якобы решил отомстить. По другой, к академии преступник отношения не имеет. Это посторонний, психически неуравновешенный человек. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. Убийство из хулиганских побуждений, убийство с особой жестокостью, убийство двух и более лиц, покушение на убийство, незаконное хранение и ношение оружия. Расследование обстоятельств ЧП взял под личный контроль президент страны Ильхам Алиев.